МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вулкан идет по следу. Четвероногие надзиратели помогают охранять заключенных. В центре конвоирования Приксин 150 служебных собак. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отставка премьер-министра Сапара Исакова, пожалуй, главная тема сегодняшнего дня. Депутаты Джуорг Кукинеша сегодня в первой половине дня выразили воту в недоверие правительству. За проголосовали из зарегистрированных 112-102 парламентария, против четверо. Инициатором отставки кабинета министров выступили оппозиционные фракции. Лидер республики Атаджур Джергалбек Турускулов предложил внеочередным вопросом рассмотреть отставку Кабмина. Его поддержал лидер Атамикена Алмамбет Шикмаматов, отметив, что для данного обсуждения необходимы подписи одной трети депутатов. И они есть. Отметим, что депутаты фракции республики Атаджурд, Атамикена и Юнуге Прогресс признали отчет о работе правительства за 2017 год неудовлетворительным. Как сегодня проходило голосование, расскажет Алексей Немашкал. Сегодня в Джигурку-Кенеши присутствовало на редкость много депутатов. Пленарное заседание началось с того, что депутаты предложили рассмотреть первоочередным вопрос отставки Сапара-Исакова. Наличие кворума этому благоприятствовало. Поэтому слово, как и ожидалось, взяли оппозиционные депутаты. Лидер фракции республика Атаджурд Джергалбек Турускулов отметил, что и согласно законам, конституционным и регламента парламента рассмотреть вопрос возможно именно сегодня. Тем более, что пришли сегодня и все депутаты, подписавшиеся под письмом о вотуме недоверия премьеру. Уважаемые депутаты, согласно нашей конституции, статье 85, на основании статьи 131 регламента Джигурку-Кенеши Кыргызской республики предлагаем первым делом рассмотреть вопрос, касающийся отставки правительства. Я хочу поддержать предложение, озвученное Джигалбеком Куручбековичем. Все необходимые подписи, а именно 1-3 депутатов Джигурку-Кенеша имеются в наличии. Поэтому на основании конституции страны, ради политической стабильности государства и его развития, этот вопрос необходимо рассмотреть в первую очередь. Письмо с подписями о выражении вотума недоверия премьер-министру поступило. Однако пока еще нет заключения профильного комитета. Поэтому, чтобы соблюсти все формальности, необходимо его дождаться. На это понадобилось еще минут 15. И обсуждения профильного комитета, к слову, прошли за закрытыми дверями. То, что происходит сейчас в парламенте, это историческое событие. Потому что впервые сегодня Джигурку-Кенеш выражает вотум недоверия правительству. Напомним, что все началось с отчета работы правительства за минувший год, который фракции и коалиции большинства, СДПК и Кыргызстан одобрили. А вот парламентское меньшинство, выступившее с инициативой о выражении вотума недоверия Сапару Исакову, отчет Кабинета министров признали неудовлетворительным. В оппозицию входят три фракции. Это Республика Атаджурд, Атамикен и Онугу Прогресс. За все эти месяцы работы Сапара Исакова в качестве премьер-министра каких-то положительных результатов мы так и не увидели. Возьмите проект «Умный город». Он до сих пор не реализован. Одни обещания. Та же авария на Бишкекской ТЭЦ. Зимой в лютые морозы горожане мерзли в своих квартирах. Поэтому итог один. Он не справился со своими обязанностями. Деятельность правительства неудовлетворительная. После голосования, результаты голосования будут направлены президенту. Президент должен выразить свое мнение. Или согласиться с этим недоверием, или не согласиться. Потом в течение трех месяцев, если парламент повторно отправит в отставку, то его президент должен будет подписать. А после этого, если решение будет принято, и оно войдет в силу, то тогда коалиция, если она не развалится, она должна будет сформировать новое правительство. По итогам голосования Чигур-Кукинеша депутаты поддержали вотум недоверия главе правительства Сапару Исакову. Из 112 зарегистрированных на заседании парламентариев за его отставку выступили 102 народных избранника. Против четверо. Алексей Немашкал, Нурзада Сыдыкбекова, Нурбек Капаров. НТС. Сразу после принятия решения об отставке кабинета министров появились вопросы, кто станет следующим главой правительства и как будет формироваться новый состав. Ведь уже точно стало ясно, что коалиция большинства также претерпит изменения. В альянсе ожидается новенький. То, что именно оппозиция пошла на такой ответственный шаг, как выражение вотума недоверия, было логическим продолжением ее недавнего решения. В то время как правящая коалиция совсем еще недавно одобрила отчет правительства. Что касается кандидатуры на пост премьер-министра, среди наиболее часто звучащих имен нынешний глава аппарата президента Мухаммед Калы Абулгазиев и лидер фракции СДПК Иса Умуркулов. Эта отставка правительства беспрецедентна. Премьер-министр впервые снят с должности не через развал коалиции, а путем выражения недоверия со стороны большинства парламентариев. Хватило бы и 61 голоса, но за выступили 102 человека. Осталось президенту подписать. Уже сейчас только и разговоров, что о кандидатуре. И о Сапаре Исакове, как и руководителе, который забыл о своей роли как премьер-министра и обязанностях прежде всего заниматься хозяйственными вопросами, а не играть в политику. Да, я поддержал выражение «вотому недоверие». Ситуация довела до этого. Дальше не должно быть противостояния. Здесь стоит вопрос о народе, о его жизни, стабильности государства. Я думаю, в такой ситуации противостояние – проблема каждого гражданина. Мы, парламент, политики, стоя между правительством и президентом, если не выразим свою принципиальную позицию, перед народом будет неправильно. Здесь не должно быть конъюнктуры интересов одного человека. Человек, думающий о государстве, должен правильно это понять. Поэтому я и поддержал. Дальше такой ситуации не должно возникать. На нас смотрят иностранные государства, соседние. Когда один увольняет, а второй назначает человека как бы мстя – это вызов. А что будет завтра? Не стоит обижаться. Ребята хорошие. Я не против персонально кого-то. Я против такой политики. Сейчас уже это недоверие и осложнение отношений политических сил. Поэтому сейчас объединить раздвоенность этих политических сил, разобщенность этих политических сил – это как раз одна из задач премьер-министра. Потому что многие вопросы зависят от премьер-министра. В первую очередь кадровые вопросы. А это очень сложный вопрос. Впереди формирование нового Кабмина с его новым главой. Это прерогатива коалиции. И она, подчеркнем, не развалена. Уже очевидно, что внутри блока появится новый игрок. Из числа оппозиции. Республика Таджурд, Атамикен или Онегу Прогресс. Но на каких условиях? Первая – это наша программа. Программа развития регионов. Программа развития качества образования. Программа остановить миграцию наших граждан. Вот на основании этой программы мы готовы вместе сотрудничать и работать во благо народа. О каких-либо должностях, о каких-либо торгов у нас нет таких намерений. Сегодняшняя ситуация показала, что коалиция в нынешнем составе недостаточно работоспособна. Такое мнение сегодня высказал экс-спикер Джугур Кукинеша Чинебай Турсунбеков. И по этой же причине признался, что не стал голосовать. Хотя скорее за такое решение, чем против. Вышло так, что депутаты, выдвинувшие Исакова на эту должность, повели себя непоследовательно. Мы недавно одобрили отчет правительства, а теперь уже поддерживаем недоверие. Это говорит как раз о том, что все-таки коалиция плохо работает. Предвидеть должна была коалиция, чтобы раз такая ситуация сложилась, коалиция должна была оказать недоверие. Или уговорить правительства, чтобы они сами ушли. Один из этих заявивших о оказании недоверия правительству, одна из этих фракций, должна, скорее всего, надеяться войти в коалицию в большинство. Не две фракции, а одна из них. Ну, позиция Турсунбековна и так понятна. Но я думаю, что Раш на это надеется. Каждый из депутатов точно знает, каким должен быть новый премьер. Но уверяют, что не знают, кто им станет. Лукавят или вправду пока не знают, но некоторые наиболее вероятные имена претендентов уже звучат. По-моему, Абулгазиев Мухаммед Калый Душикевич вполне бы подошел на эту должность. Он работал в должности первого вице-премьера. Он хорошо разбирается в сельском хозяйстве. И соцфонд возглавлял. Вполне вероятная кандидатура. Это мое личное мнение. И Сау Муркулов тоже достойный. С назначением новых первых лиц Кабмина, вероятно, затягивать не станут. Как только определится дополненный состав коалиции, на палате представят кандидатов. А они свои программы. Елена Яковлева, Александр Симонов, НТС. И уже после обеда президент Кыргызстана Срунбай Джейнбеков подписал указ об отставке правительства Сапара Исакова. Согласно указу лица, занимавшие должности премьер-министра, вице-премьер-министра, членов правительства, до формирования нового Кабмина уходят в отставку. Ранее отметим, глава государства принял лидеров фракции коалиции большинства СДПК, Бирбол и Кыргызстан. На встрече присутствовали также спикер Джокур Кенеша, Дастан Джейнбеков и руководитель аппарата президента Мухаммед Калы Абылгазиев. Как отметил лидер политического альянса Исаумуркулов, вопрос по объявлению вотума недоверия был продиктован временем и в интересах страны. Сарумба Джейнбеков подчеркнул, что стабильная работа коалиции большинства в парламенте обеспечивает стабильность развития государства и пожелал плодотворной работы парламенту с исполнительной ветвью власти. Решение, которое сегодня приняли депутаты, я считаю правильным. Новый состав правительства должен думать о народе, о его жизни, о стабильности в государстве. Дальше не должно быть противостояния. Три оппозиционные фракции, как всем известно, признали отчет правительства неудовлетворительным. В соответствии со статьей 85 Конституции, Джоур Кукинеш по инициативе одной трети от общего числа депутатов может рассмотреть вопрос о выражении недоверия правительству. Поэтому все было в рамках закона. Профильный комитет вынес положительное заключение и после вопрос был рассмотрен депутатами уже на пленарном заседании. И как стало известно, коалиции большинства присоединились депутаты республики Атайюрт. Решение было поддержано почти единогласно, сообщил депутат фракции СДПК Рыскельды Момбеков. За включение в состав коалиции большинства проголосовали все депутаты СДПК Кыргызстана и Бирбола. В оппозиции остаются фракцию НГУ Прогресс и Атамикен. И уже чуть позже стало известно, что фракция СДПК выдвинула кандидатуру Мухаммед Калы Аблгазиева на должность премьер-министра. Правящее большинство поддержало это решение. В данное время Мухаммед Калы Аблгазиев является руководителем аппарата президента. А уже завтра Юр Кукинеш соберется на внеочередное заседание для формирования нового состава правительства. Какой курс выбирает Кыргызстан? В интернете начали активно вбрасываться публикации с предположениями по поводу последней зарубежной поездки Суромба и Аджиенбекова. Напомню, глава государства побывал в Турции и Брюсселе. Если в Турции целью президента было установление высшего политического диалога, то рабочая поездка в столицу Бельгии, Брюссель, была совершена с намерением наладить личные контакты с руководством институтов Европейского Союза. Однако некоторые аналитики поспешили заявить о смене приоритетов во внешней политике Кыргызстана. Мулджин Беков решил усилить контакты с Западом в ущерб отношениям с Россией. Наши политологи называют эти слухи намеренной провокацией. Кто-то, видимо, хочет поссорить Бишкек и Москву. В Россию или на Запад? С кем Кыргызстан намерен строить отношения и кто будет определен стратегическим партнером? На эту тему уже неделю рассуждают некоторые эксперты, которые явно пытаются найти тайный смысл в визите Джеймбекова в Турцию и Брюссель. Малоизвестные политобозреватели стараются вывести ход своих рассуждений в направлении того, что раз Кыргызстан начал вести переговоры с Западом, с Россией отношения ослабнут. Наши политологи уверены, все это не больше, чем обычные домыслы. Особенно забавно то, что визит нашего президента в Турцию расценивается как некий реверанс в сторону Запада. Дело в том, что вот только что Путин проводил переговоры с Эрдоганом. Тоже был официальный визит в Анкару, и там были достигнуты большие соглашения по транзиту газа. Поэтому вот эти публикации идут. Поэтому я думаю, что здесь во внешней политике у нас каких-то изменений нет. Ну а на публикации, мне кажется, вообще можно не обращать подобное внимание. О том, что Джеймбеков возьмет курс на укрепление отношений с Западом, он сказал еще и в своей инаугурационной речи. Но он же подчеркнул, что партнерство это будет вестись параллельно со всеми странами. Стратегическим партнером по-прежнему остается Россия. Но мировые интеграционные процессы указывают на то, что строить дружеские связи необходимо с максимально большим количеством государств. Потому что до того, как он поехал в Турцию, Брюссель, он был в Москве с официальным визитом, встречался с президентом Российской Федерации Путиным, где они уточнили все свои вот эти вот позиции, где было однозначно сказано, что Кыргызстан будет и дальше развивать отношения с Россией, а все вот до этого принятые соглашения, они остаются в силе. После этого он был на саммите ОДКБ, где тоже вот был такой разговор. Буквально на днях он летит на саммит глав государств Евразийского экономического союза, и там будет все, как говорится, сказано. Ну а в принципе у нас президент именно по решению Джордж Кенш отвечает за внешнюю политику Кыргызстана по закону. Поэтому он обязан, кроме стран Евразийского экономического союза, посещать с официальными рабочими визитами и другие страны. Политика, которую сегодня строит Джеймбеков, скорее говорит о построении более тесных связей с Кремлем и Альянсом ЕС, говорят эксперты. Встречи, которые уже состоялись, и те, которые запланированы на ближайшую перспективу, говорят об усилении контактов. По мнению экспертов, для страны не важно, что пишут. Важнее, что о многовекторности думают партнеры. В России Курск Кыргызстана поддерживают полностью, считают политологи. Новые же поездки – это установление выгодных с точки зрения экономики, с точки зрения гуманитарной повестки безопасности отношений. Нам выгодно дружить с Турцией. Это тоже важный игрок в нашем регионе. У нас огромный торговый оборот. Европа заинтересована в стабильности в Центральной Азии, вкладывается в огромное количество денег по самым различным программам. Грехами не воспользоваться. Как мы видим, и по Тазакому диджитал касса 50 миллионов долларов выделена. Часть беспроцентный кредит, часть очень низкий процент. В самой России, скажем так, те люди, которые принимают решение, оценивают это сотрудничество. Как важно, если мы сохраняем приоритет сотрудничества с Россией, то поступление денег из Европы, Японии, Кореи – это поддерживает нашу систему. Все понимают, чем больше будет полезных инвестиций в Кыргызстане, тем больше будет стабильности в Кыргызстане, а России нужен стабильный Кыргызстан, самое главное. Эксперты советуют не обращать внимания на публикации конспирологического толка. Зачастую это просто попытки отдельных авторов искать врагов там, где их нет. Отношения Кыргызстана и России, говорят эксперты, будут только укрепляться. И об этом было неоднократно заявлено как Джеймбековым, так и Путиным. Игорь Потанин, Алтенбек Канебекул, НТС. И к другим новостям. Подполковник милиции задержан с 13 килограммами героина. Накануне, сообщает пресс-служба МВД, задержали двух мужчин, занимавшихся перевозкой и сбытом героина в особо крупном размере. Один из них – действующий сотрудник правоохранительных органов в должности старшего инспектора и званий подполковника. Второй – гражданин Таджикистана. При досмотре их автомашин обнаружена изъята коробка с 13,5 килограммами героина. По факту возбуждено уголовное дело. Задержаны его дворины ВВС. Служба внутренних расследований МВД проводит служебное расследование. Как сообщается в отношении подполковника, будет решаться вопрос о лишении специального звания и всех других привилегий. Задержан очередной вербовщик, который по указанию боевиков переправил в Сирию четырех каргастанцев. Выехав в одной из стран ближнего зарубежья, на протяжении последних нескольких лет он продолжал заниматься пропагандой и вербовкой рекрутов для отправки в зону вооруженного конфликта в Сирии, сообщают в ГКНБ. Задержанному 35 лет. Он водворен в СИЗО Госкомитета нацбезопасности. Возбуждено уголовное дело по статье «Наемничество». Отдают за копейки и даже даром. Пострадавшие в результате пожара на ужском рынке предприниматели продают то, что уцелело. Чайники, кастрюли, столовые приборы и казаны. Одни обгорели, другие немного подплавились. Но в хозяйстве сгодятся, говорят в буквальном смысле слова, прогоревшие торговцы. Для каждого из них торговля на ужском рынке была единственным источником заработка на жизнь. А сейчас на каждом из них огромные долги и непогашенные кредиты. Напомним, последний пожар на ужском рынке произошел в ночь на 13 апреля. На протяжении нескольких часов огонь тушили 14 пожарных расчетов. Вот эти все по 50 сомов. Те, что почище, по 100. Их контейнеров больше нет. Остались лишь миллионы убытки. Этот мужчина один из предпринимателей, чей бизнес пострадал от пожара. Торговля посудой была единственным способом заработка. Из всего товара, который он размещал в двух точках, уцелела всего лишь половина. Чтобы хоть как-то компенсировать потерянные деньги, посуду, которую удалось спасти, мужчина продает на улице. А недавно еще часть на 600 тысяч сомов он сдал в пункт приема металлолома. Выручил за это только 7 тысяч сомов. Вот этот казан российского производства на 110 литров. Мы его раньше продавали примерно за 6 тысяч 500 сомов. А сейчас больше, чем в половину снизили цену. Отдаем за 2 тысячи. У нас было много такой посуды, когда еще контейнер был цел. Вот это стоило 450-400 сомов. Сейчас отдаем по 100. По 150. Людям спасибо. Они помогают, покупают что-то у нас. И подобная история у каждого, кто сегодня вынужден организовывать импровизированные витрины вблизи проезжей части. Как и Джануза, Крыскельди торговал посудой. Правда, как сам говорит, товар был дорогой. В результате пожара он потерял около 2 миллионов сомов. Сегодня обанкротившийся предприниматель рассчитывает продать хоть что-нибудь из уцелевшего. А на заработанные деньги закупить новый товар. Одна вот такая кесе нам обходилась в 120 сомов. Очень дорогая. Вот такая пиала 45-50 сомов была. Теперь отдаем по 20. Вся посуда была дорогая. Сейчас даже люди не понимают, почему так дешево отдаем. А что с ней еще делать? Как нам быть? Сегодня предприниматели, которые потеряли свой бизнес, вынуждены ночевать буквально на улице. Охранять то, что удалось спасти. А утром вновь открывают точки продаж. Покрытые горью кастрюли, подпаленные огнем казаны и чайники. Цена за неликвид даже ниже себестоимости. Ну, хоть какие-то деньги. Помогают оправиться от последствий и некоторые частные фирмы. Тем, у кого абсолютно ничего не осталось, товар дают под реализацию. Дешево продаем. А что нам остается? Мне же нужно детей чем-то кормить. Один студент, еще маленький есть. Хоть какие-то деньги на существование нужны. Мы еще тогда, в самом начале, кредит на бизнес взяли. А теперь все сгорело. И контейнер, и товар. Все это взяли в долг. Стоим на дороге и продаем теперь. Вот так и ночуем в машинах. А что делать? Выхода другого нет. Если уехать, то кто-то другой займет твое место. А нового не найти потом. Стихийная торговля сегодня ведется на нескольких улицах, прилегающих к Кожскому рынку. Кулуева, Киевской и Токтагула. На месте происшествия продолжают дежурить правоохранители. Следят за тем, чтобы никто не проник. Там продолжается экспертиза. Спустя несколько месяцев после оглашения итогов расследования, на месте возгорания обещают построить новый рынок. Однако все это время, так же, как и сегодня, отчаявшиеся люди вынуждены сдавать свой товар за бесценок, чтобы хоть как-то заработать себе на жизнь. Сабина Дамаскина, Рахаджина Бекова, Эрлан Кемельбеков, НТС. Надежда на президента. В редакцию нашего телеканала с просьбой о помощи обратилась инвалид второй группы Надежда Викторовна Желенко. Женщина три десятка лет проработала поваром в военном госпитале и до сих пор проживает в служебной квартире. Но проблема даже не в этом. Два года назад суд признал право на владение земельным участком, расположенным неподалеку, который она возделывала много лет. Но местные чиновники мало того, что не исполнили решение суда, так еще и передали участок вкупе с другими на пользование совершенно другим людям. Обращения в госорганы результатов не приносят, рассказывает женщина. Эти дома, среди которых и многоэтажки, расположены за военным госпиталем. В одном из них со своей семьей проживает инвалид второй группы Надежда Викторовна Желенко. После аварии она потеряла ногу. Садясь на диван, женщина убирает протез в сторону. Так удобнее, говорит. Надежда Викторовна показывает нам документы. Их очень много. Несколько столбок. Это ответы из различных органов за несколько лет. Я за это время, я же говорю вам, сколько я обращаюсь уже в разные инстанции. Стала и в генеральную прокуратуру. И везде-везде опять пишут, ну что вот, не исполняют. Не исполняют. Вы представляете, нет? Никакого нет. И они, значит, как генерально описывают Чужской областной прокуратуре, Чужской областной, вот, Аламидинской. История эта началась, объясняет Надежда Викторовна, еще в 2005 году. Тогда женщина в первый раз получила отказ в приватизации квартиры, в которой она проживает. Жилье получила как работник военного госпиталя. Более 30 лет она там проработала поваром. Но приватизировать квартиру нельзя. Дома входят в закрытый военный городок. Чтобы как-то выжить, вот мы брали вот эти участки. Верхний огород, нижний огород. У меня их было кусочков, вот этих семейных, пять. Я три отдала, просто отдала. У кого брала, вот, их соседки отдала. Просто так, чтобы им тоже было. А два оставила. Два оставила для сыновей. Один участок и второй нижний. Я бегаю с 2005 года, когда я получила отказ от приватизации. Я стала за эти земельные участки бороться, чтобы дети построили себе хотя бы вот крышу над головой. Не обязательно хоромы. Земельными наделами пользовались 15 человек. Но вот распределили их неправильно, жалуется Надежда Викторовна. Те участки, на которых она и ее родственники выращивали различные овощные культуры, отошли другим. На одном из них уже построен дом. В итоге пришлось обращаться в суд. Два года назад Фемида вынесла решение по одному участку в ее пользу. Признать незаконным бездействие Ташмайнопска-Аильного округа в принятии решения о предоставлении в собственность земельного участка мерой 0564. Ну а Елок Мату, говорит Надежда Викторовна, не спешит исполнять это решение. Его даже успели отменить. По различным инстанциям приходится бегать самой. Однако обращения в различные органы не помогают. Я куда только не хожу. В ГКНБ. Я хожу к губернатору. Я хожу в Акимят. Я везде хожу и исполнить, и пишу им бумаги, потому что почему их и так собралось много. Последняя надежда на Женбекова. Я приду к нему и вот точно так же, как вам расскажу ему. Вот и прошу, очень прошу вас, примите меня на прием. Анастасия Соболева, Владимир Кулбалдеев, НТС, Чуйская область. Радио Санжира снова в эфире. Спустя пять месяцев перерыва любимая радиостанция возобновила свое вещание. Как и прежде, основа эфира составляют золотые хиты, фольклор, актуальные новости, беседы с интересными гостями. А уже завтра радио Санжира готовит настоящий праздник для своих поклонников – День открытых дверей. Разделить радость руководства и ведущие радиостанции решили самыми близкими друзьями, своими постоянными слушателями. Узнать о внутренней кухне радио Санжира, пообщаться с любимыми ведущими и выступить в прямом эфире сможет каждый. Кроме интерактива со слушателями, поздравить сотрудников радио придут знаменитые отечественные музыканты, исполнители и деятели культуры. Отметим, радио Санжира является уникальным информационно-развлекательным проектом. За популяризацию культурного наследия крыгызского народа и вклад в развитие культуры страны, радио Санжира полюбили миллионы крыгызстанцев. Санжира – радио, по которому вы скучали. Очень много вопросов поступало, когда же мы возобновим вещание. Нас поддерживали, за нас переживали, но приятнее всего то, что все это время нас не забывали. И теперь, когда мы вернулись, хотелось бы поделиться этой радостной новостью со всеми. Мы организовываем день открытых дверей. В 7 утра и до 7 вечера мы будем рады видеть в нашей студии всех наших слушателей. Параллельно с радиоэфиром мероприятие будет транслироваться в прямом эфире утренней программы «Тан Шоу Ла» на телеканале НТС. Задержать преступника, обнаружить запрещенные предметы, обеспечить безопасность – все это умеют специально обученные собаки Департамента охраны и конвоирования. В Центральном питомнике кинологи ежедневно дрессируют и оттачивают навыки своих четвероногих сотрудников. За каждым из них десятки достижений и по несколько раскрытых преступлений. Подготовка служебных собак в среднем занимает около полугода, но, как говорят сами кинологи, с собаками так же, как и с людьми. Все индивидуально. Процесс обучения зависит и от породы, и от нрава конкретной собаки. Это вулкан. Ему три года. Среди всех остальных питомцев кинологического центра вулкан отличается уникальным, особо острым нюхом. В этот центр вулкан попал только в прошлом году, но, несмотря на маленький срок пребывания, пес уже успел войти в ряды лучших. Так же, как и вулкан, его наставник Нурджигит на службу поступил в минувшем году. С того момента каждое утро вулкана и Нурджигита начинаются с прогулки, а дальше – согласно распорядку. Большая часть времени, конечно, занимают тренировки. Сегодня Нурджигит признается, что за проведенное вместе с вулканом время ему удалось хорошо изучить характер и повадки своего подопечного. Имя говорит само за себя. Он вулкан, и характер у него взрывной, вспыльчивый, непокладистый. Но со мной он отлично ладит, даже ревнует. Никогда меня не подводил. Все команды выполняет четко. Вообще вулкан очень умный. Вот некоторым собакам нужно 10 раз одну и ту же команду объяснять. А мой вулкан не такой. Ему пару раз скажешь, он все запомнит и точно выполнит. Помимо вулкана, участия в состязании принимали еще 11 собак. Все они служат в департаменте по охране и конвоированию госслужбы исполнения наказаний. Среди них розыскные собаки, патрульные. У каждого своя миссия и свои навыки. Одни помогают находить наркотики и оружие, другие применяются при конвоировании и задержании преступников. Они участвуют в боевых операциях и раскрывают резонансные дела. Еще один яркий представитель служебных собак – это немецкая овчарка по кличке Цезарь. В первом этапе соревнований собакам предстояло по следам, ориентируясь по запаху, найти преступника. Далее их ожидала полоса препятствий и испытания на скорость. Финальное задание оказалось самым зрелищным и довольно агрессивным. По задумке организаторов, собаки должны были отработать команду нападения, выявить преступника и помочь задержать. В этом туре от всех участников отличился ротвиллер по кличке Лорд. По словам жюри, мероприятие получалось яркое и насыщенное. Все собаки выполняли задания на «отлично», как и положено служебным псам. Команды своих наставников схватывали буквально на лету и выполняли их четко, без промедлений. На соревнования приехали четыре батальона со всех военных частей. Все кинологи себя отлично проявили, но особо отличились ребята из третьего батальона. В целом соревнования пройдут по нескольким видам, за каждый ставится определенное количество баллов. Оценивается все – и общий курс дрессировки, и даже отношения кинолога со своей собакой. Центральный питомник Департамента по охране и конвоированию представляет из себя настоящий городок для собак, со своим сводом правил и законов. Режим дня животных расписан по минутам. Тренировки, вводные процедуры, прием пищи. Сегодня здесь содержится более 150 собак разных пород, но большую часть составляют немецкие овчарки. Эти собаки лучше остальных поддаются дрессировке. Наши подразделения расположены по всей Чуйской области, и они в разных местах служат, наши подразделения, как только отдельно. И их собрать, и здесь обмен опыта. В этих селях проводятся соревнования. Мы здесь разводим мучаем вот эту собаку, потому что они тоже требуют, много обучения требуют. Соревнования кинологов приурочены к 76-летию Департамента. Как говорят сами участники, подобные мероприятия – отличная возможность обменяться опытом с коллегами, выявить свои недочеты и совершенствовать профессиональные навыки. По итогу призерам вручили дипломы, денежные и памятные подарки. Сабина Дамаскина, Каир Джейлобекова, Асхат Ибраимов, НТС, Чуйская область. На этом у нас все. Команда НТС следит за развитием событий. Эти и другие новости, вышедшие в эфире, смотрите и читайте на нашем сайте nts.kj. Оставайтесь на нашем канале. НТС покажет. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»